еще раз как проехать конкретно до места стоянки пересекаем мост через сетовку движемся по грунтовке пересекаем водопад далее разрушенный мост и чуть дальше в этом районе спускаемся к реке там есть удобные съезды река в этом районе имеет следующий вид платный участок и зона где можно ловить находится от второго разрушенного моста который ведет в село новая титовка до вот этого порога который семга уже преодолеть не может пункт продаж лицензии находится здесь же что очень удобно ниже моста ведущего на новую титовку ловить уже нельзя там уже море в первый день решено семга не заниматься а собрать информацию рыбаков и отдохнуть дороги едем ловить кунжи на титовку выше водопада соответственно это уже бесплатно в участке так как семга туда подняться не может так вот мы возвращаемся обратно на грунтовку по грунтовке выезжаем на асфальт и движемся направо проезжаем село титовку и съезжаем к реке осмотрев окрестности подбираем участок с валунами небольшими перекатами здесь речки не такая мощная как ниже но снова сбивает так что осторожней лично я ловил большую часть времени в основном нахлыстом уж очень увлекательно и азартно клюет кумжечка на поверхностной мушке мушки достаточно найти перспективный участок при ямке после перекатов лежащие камушки на дне которые легко признаются по изменению струи гряды камней русловые углубления под берегом и результат точно будет можно двигаться небольшими шагами вниз по течению в поисках перспективного места можно с берега найти что-то подходящее в отличие от ловли на озерах об этом чуть позже мне показалось что на реке поймать рыбу проще или она там более активно что ли и не имеет явных временных циклов питания все-таки всякой жирности типа мух паденок всяких на реке больше и не только ветер дождь и ляпь на воде могут ухудшить ситуацию однако эксперименты сергея вошел в таких ситуациях с нимфами начинали приносить плоды если говорить про сухие мухи я правда в этом совсем не силен чем меня снабжал сергея на то и ловил но все же на муху типа кадис мне понравилось ловить больше всего она и на воде держалась хорошо и видно ее хорошо и что самое главное ловила отлично не хватало мне полной на хрустовую амуницию жилетка всякие органайзеры а самое главное на хрустового подсачника уж очень сильная рыбка такое ощущение что у нее вечно двигатель встроен руками взять просто невозможно у кумжи очень много острых и мелких зубов передней части пасти и она частенько оставляет заусенца на подлеске что плачевно сказывается надежности лески исключается обрыва от стрелы так что не ленитесь и перевязывайте почаще мух самоотверженно сопротивляется в родной стихии не жалея себя и выпрыгивая из воды в полный рост она ни на секунду не прекращает борьбу но оказавшись в руках рыболова быстро угасает так что старайтесь освобождать от крючка и отпускать рыбу непосредственно в воде признаюсь это краснорыбица безумно вкусное в астрономическом исполнении а по внешней красоте ничуть не уступает а лишь дополняет необычные горно-лунные ландшафты и сопки покрыты разноцветным мхом словно пятнышки на кумбре рыбка это реактивно быстрая и большого времени на подсечку вас не будет точнее вас совсем не будет времени если у вас не отработана такая же реактивная реакция на подсечку то скорее всего она успеет выплюнуть муху поскольку я совсем не опытный в нахвости очень долго я не мог построить поклевки этой рыбки опять же на реке в этих условиях в отличие от озера или нет течения ловить проще так как течение быстро исправляет погрешности плохого заброса и упрямляет шнур от дуги которая образовалась при боковом ветре или кривых рук если образовалась дуга и шнура на поверхности воды и тут же идет поклевка при подсечке уходит некоторое время на упрямление шнура и этого времени также будет достаточно чтобы кунжили форель выплюнула вашу муху и вы останетесь без рыбы если говорить про тактику ловли то я сперва на небольшую дистанцию вокруг себя делал последовательные забросы как бы сканируя затем тут же на пару метров дальше то есть заброс пара тройки секунд перезаброса другую точку и так по всему радиусу по направлению движения а затем производил несколько забросов вперед и потихоньку справлял муху насколько это возможно чтобы контролировать проводку мухи и также потихоньку играл шнур обратно поклевка могла случиться в любой фазе и даже когда муха притопилась немного при этом поклевка определялась или тактильно или по брудному воде ну и вернемся к семге как оказалось вода в титовке низкая и аномально высокая температура нагрела воду достаточно высоко и как следствие капризная семга не привыкшая к таким условием впала без клеви плюс ко всему по словам бывалых рыбаков дежуришь на реке уже не первый день который говорили что пока массового захода рыбы с моря не было а рыбаки были и как правило каждый перспективный перекат был всегда занят в результате первая разведка по семге закончилась по нулям если говорить об общей массе рыбаков и способах ловли семги то здесь процентом наше соотношение силы разделили следующим образом процентов 90 ловили нахлостом двухручниками пять процентов мушками на бомбарде и оставшиеся пять используют использовали классический спинник и соответствующие приманки типа блесен вертушек то есть основная масса ловила на мушке последствия нашел этому объяснение об этом чуть позже пока что я был уверен что семга являлась самым что ни на есть классическим представителем хищника и с присущим этому статусу повадками то есть есть всех подряд особенно когда проголодаешься и это при том что врагов реке у нее нет но я ошибался а и сергей галашов предупреждал забудьте все что вы знали до этого это не ловая щучья судака это другое это совсем другая палка пока я этого не понимал дело в том что семга зайдя в реку совершенно перестает питаться вы спросите как же ее поймать вот и я все дни пытался понять как же так зачем тогда все эти блесны вертушки в обе рамушки ну не багажа и и ловит по честному вот хорошо он пускай в реке она не питается и не охотится но оказывается есть слабое место в этой недоступной семге хватательный рефлекс никто не отменял то есть прикусить или отпугнуть мимо проплывающий объект она способна все зависит от внешних факторов например какая погода насколько далеко она способна двинуться за раздражителем полметра или ей исключительно нужно подсунуть под нос приманку чтобы она соизволила открыть свою немаленькую пасть и укусить нарушителя спокойствия то есть понимаете что никакая семга не будет гоняться по всей реке за вашей блесной а вам нужно самостоятельно вдумчиво проанализировать реку найти участки реки где активна рыба то есть она себя достаточно конкретно проявляет выпрыгивая шлепая по воде найдя мутки отстойники где рыба отдыхает после перехода порогов но об этом тоже чуть позже при этом при всем вам нужно не забывать про циклы отливов и приливов на море который чередуется четыре раза в сутки по 6 часов график как правило можно посмотреть на пунктах продажи лицензий кстати они также выдаются на 6 часов ловит круглые сутки и днем и ночью ночью как я уже говорил светло как днем в это время года с приливом рыба заходит с моря и тактика ловли одна ведет на себя определенным образом с отливом как бы смещается в узловые приемки и более концентрируется и в данном случае возможно ее легче поймать или подойти поближе но не факт все нужно смотреть на конкретном участке реки допустим в месте где стоял наш лагерь прилив и отлив совсем не чувствовался ну или очень незначительно а вот пройдя всего километр полтора вниз река поднималась во время прилива уже примерно на полметра причем с темпом заметным глазами если перейти в отлив реку вброд прилив уже не вернешься нужно идти выше знатоки ловили рыбу и выше нашего лагеря например здесь у разрушенного немецкого воста со времен второй мировой войны и ниже на первом пороге перед поворотом который открывался в отлив и полностью скрывался в прилив отвлечемся от семги выбрали один день и съездили на баринцево море это стоит сделать если вы находитесь относительно далеко здесь полной мере открывается удивительные пейзажи кольского кое-где в шаговой доступности до сих пор лежит снег что нас очень разодорило поиграли в снежки и слепили снеговика кстати по этой дороге которая единственная часть людей приезжает конкретно на реку за семгой и вторая часть на рыбалку на море которых можно легко опознать по наличию лодки морских снотей у нас не было но обычной мы с собой прихватили на всякий случай и не зря море само по себе конечно не южная атмосфера и климат более суровый отлив оголяет затопленные части кораблей и всякого ржавого мусора во впадающих мелких речках которые особенно живописно на фоне морского залива можно половить мелкую форель конкретно мы ловили вот здесь на обратном пути заехали на вот это озеро на нем поймали несколько мелких сигов сильно не упирались хотя озеро очень понравилось хорошими глубинами думаю рыбка там есть если продолжать озерную тему которая может быть особенно интересна пытливым рыболовом так как повадки и характер озерные кумжи для меня вообще остались полным секретом например ловил на конкретном озере раза 4 и в разное время и так не сложилось у меня хотя бы минимальном представлении понимания о нем первая рыбалка оказалась самая продуктивной и впечатлительной то есть приехав около 10 вечер вечера ловил я на сей раз спиннингом из первых забросов начался активный клев поклевки всходы рядом местные банально ловили на плавоками червя рыба гуляет и очень активно удовольствие одним словом и что происходит на следующий день едем еще большим коллективом уже наружились и нахлыстом и спиннингами и результате на всю команду баранка это при том что вчера рыба была просто немерено да забыл сказать что в первый день нюанс все же был рыба клевала но и также резко вдруг прекратила брать словно кто-то выключил выключатель и озеро превратилось мертвую гладь и пустую толщу воды которую в обычной жизни пройдешь мимо решишь что там никто не живет так посетив это озеро еще два раза и не поймав ни рыбки голове остались одни загадки и вопросы но верен на уверенность что рыба там точно есть озеро находится вот здесь дороги туда нет так что два километра пешком ловить можно наверное в любых озерах так банально остановившись на обочине дороги увидев до боли знакомый родной пейзаж подмосковья торчащие березки коряжки из воды болтисты дно решили попробовать и здесь ловилась кумбричка попадалась и щучка который здесь собственно самое место на спиннике ловил на все что у меня было вертушки маленькие блесна воблеры клевала на все выделить что-то конкретно не могу наоблеры частенько подбагривалась очень любопытное место на речке находится вот здесь сюда сложнее добраться есть очень интересные повороты амутки амутки транс мать Любопытное место находится здесь, на разливах Титовки. Добраться можно только пешком. К сожалению, так и не дошли сюда, остановились на полпути. Там тропинка проходит по крутым скалам вверх-вниз, но красота безумная. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Поднявшись на особку возле нашего лагеря, можно увидеть, но лишь на секунду представить, что творилось в то страшное время. Добавил DimaTorzok 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 Мух таких у них не было. Но, как и у всех серьезных нахлостовиков, оборудование и материалы для того, чтобы связать муху на берегу было. Разговоры с говорами, но на следующий день они поймали первую семгу. Мы же пока были без рыбы. В нашей команде также присутствовал подготовленный нахлостовик. Недолго думая, Сергей за обедом связал с десяток микромушек. С трудом, правда, верилось, глядя на сантиметровую муху, предназначенную для семги, когда из воды иногда выпрыгали экземпляры явно под десятку. Последний день путешествия. Время пролетело незаметно. И завтра уже домой. Наша команда разделилась. Одни, в том числе я, остались на титовке у лагеря. Вторая группа, в главе с Серегой, уехали на печень, вооружившись секретными мухами. Погода в последние дни уже была прохладной. Солнышко появлялось изредка. Поливал дождик. Водичка остывала. Это явно было толчком для семги. Рыба зашла в титовку. Шоу «Спрыгивающая рыба» теперь я наблюдал из лагеря. Как следствие, наша группа, та, что осталась на титовке, наконец-таки отличилась. Пускай небольшой, но семгой. Павел поймал наколеблющуюся блесну. И это последний день. А рыбка только пошла. Мы еще не знали результат второй группы. Представляю, какие мысли одолевали Сергея. Ведь, отличие от меня, они готовились к этой поездке целый год. Но не перестаю повторять свою любимую поговорку. Верь в приманку, в последний заврос и рыба своей мечты. Думаю, что-то подобное крутилось в голове и у Сергея. В этот последний день. Вернувшись в лагерь последним, я увидел горящие глаза Сереги. Да, это была она. Рыба мечты. Семга на 6 килограмм. Небольшая по местным меркам, но такая долгожданная. Рассказ о уваживании я переживал так, словно сам держал рыбу. В 20 минут борьбы, фотосессия и, как настоящий профессионал, Серега отпускает рыбину в родную стихию. До встречи, Семга. До встречи, Кольский.